Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы вам рассказываем о событиях, произошедших в Древнем мире. Меня зовут Андрей Стрелков. Тема сегодняшней программы «Афинский суд. Самый справедливый суд в мире». В современном обществе самой прогрессивной формой суда считается суд присяжных. Полагают, что именно этот суд в большей степени воплощает в себе идею судебной справедливости. Суд присяжных впервые возник в Древней Греции и наиболее полное развитие получил в Афинском демократическом государстве. Суд присяжных, жители Афин называли его Гилеей, был создан салоном в ходе его реформ в самом начале VI века до новой эры. После этой реформы каждый афинский гражданин, независимо от своего имущественного состояния, мог участвовать в работе суда. Переход судебной власти из рук аристократии в руки Демоса был одним из важнейших достижений Афинин в процессе становления Афинского демократического государства. В основном мы знаем о том, как функционировал Афинский суд во второй половине V в IV веке до новой эры. Каждый год из числа всех афинских граждан путем жеребьевки выбирали 6000 судей. Гелиастом, членом суда, мог быть любой афинский гражданин старше 30 лет с хорошей репутацией. Если учесть, что в то время в Афинах жителями города, гражданами города было 35-36 тысяч, то окажется, что каждый шестой гражданин города был в то время судьей. Из этого количества судей в день судебных заседаний путем опять-таки жеребьевки определяли состав судебного присутствия. В зависимости от характера и значимости дела состав судебного присутствия мог насчитывать 201, 401, 501, 1001 и 1501 человека. Во-первых, греки верили, что большое количество судей поможет избежать судебной ошибки. Во-вторых, самой большой проблемой для всех судов всегда была коррумпированность суда. Поэтому в Афинах никому не удалось подкупить необходимую половину судей за то небольшое время, пока состав суда шел от места жеребьевки до здания, где проходило судебное разбирательство. В Афинах не существовало ни прокуроров, ни адвокатов, поэтому ответчик и истец должны только лично сами были защищать свои интересы во время судебного разбирательства. Каждый афинский гражданин мог обратиться в суд и инициировать судебное разбирательство по любому государственному или частному вопросу. Истцу и ответчику отводили равное время для их выступления, которое определялось водными часами, клепсидрой. Во время судебного разбирательства могли заслушивать показания свидетелей, зачитывать законы. Необходимость участвовать в судебном разбирательстве делала необходимым для каждого афинского гражданина хорошее знание законодательства собственного государства. Во время своего выступления ответчик рассказывал не только об обстоятельствах дела. Он также вспоминал о своих заслугах перед государством в военное и в мирное время, часто вспоминал о заслугах своих предков. Во время суда можно было привезти детей и взывать к жалости судей, а можно было распахнуть одежду и показать раны, которые ты получил, защищая свое собственное государство. Афинские судьи разбирали не обстоятельства дела, а не оцеливали всю предшествующую частную и общественную жизнь человека, его моральный облик. В конце V века в Афинах появились люди, которые за деньги стали писать тексты выступления в суде. Этих людей звали логографы. Несколько десятков таких речей дошли до нашего времени. Они написаны прекрасно, однако ответчик должен был наизусть выучить этот текст и артистично произнести его перед судьями. Читать текст было нельзя. Человек, который не мог поступать в суде или в народном собрании без бумажки, не имел никаких шансов на успех. После заслушивания сторон, без всякого обсуждения, путем тайного голосования принималось решение о виновности или невиновности ответчика. Если человек признавался виновным, на основе существующего законодательства определялась мера его наказания. Чаще всего за нарушение действующего законодательства полагались денежные штрафы различной величины. Смертная казнь была большой редкостью. Смертью карали измену родине, посягательство на демократию, религиозные преступления, а также неоправданное повышение цен на хлеб. Приговоренного к смерти отдавали коллегии 11, которые приводили приговор в исполнение. Осужденный на смерть сам выпивал чашу соком цикуты. Наказания заключением в Афинах не существовало. В тюрьме сидели только те люди, которые еще не выплатили денежный штраф государству. Даже приговоренный к смерти, в принципе, мог избежать наказания, если добровольно и навсегда покидал родину. Афинские судьи в V веке за свою работу получали оплату сначала два, а потом три обола. Постоянное участие в работе суда приводило к тому, что профессионализм афинских граждан в области судопроизводства постоянно повышался. В связи с большим количеством судебных разбирательств другие греки называли Афинин сутяжниками. Страсть Афинин к суду высмеивал в своих комедиях Аристофан. Однако, на мой взгляд, именно это показывает высокую степень доверия Афинин к своему собственному суду. Желание разрешить конфликтную ситуацию в судебном порядке на основе существующего законодательства, а не своими силами, по понятиям, показывает высокий уровень правосознания всего афинского общества. Афинский суд был частью афинской демократической системы. Демократия, конечно, не была идеальным государством. У демократии есть только одно преимущество по сравнению с другими политическими устройствами. Демократия порождает общество людей, которые являются полноценными личностями и для которых характерно обостренное чувство личного достоинства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова